полное дыхание это и голос и зрение сегодня я вам расскажу почему пение мантр при полном дыхании на вдохе и на выдохе улучшает одновременно и работу голосовых связок и работу глазодвигательных мышц природа человека так устроена что если у него мышцы работают то они сами себе качают кровь в данном случае у меня работают бицепсы мышцы кисти мышцы плеч и они сами себе подкачивают аналогичным образом если у вас работают мышцы глаз например если вы рисуете глазами крест то у вас глазодвигательные мышцы сами себе подкачивают кровь а вот если вы громко поете я пою и на вдохе и на выдохе у вас включается дополнительные усилия диафрагмы для того чтобы громко петь надо чтобы диафрагма сильно надавила на легкие на вдохе у меня звук гораздо меньше но я учусь только второй год петь на вдохе дело в том что когда у вас диафрагма опускается и вы громко поете на вдохе у вас сильно притягиваются в легкие капилляры в его вдохе синяя кровь из сосудов низкого давления моей теории кровообращения исполнилось уже четыре года и в основном использую я эту теорию своей практике лично для своего здоровья для своей бесконечной жизни есть люди которые уже заинтересовались моими знаниями и смотрят мои видео каждый день потому что каждый день я подхожу к одной и той же проблеме здоровья то с левой стороны то с правой то сверху то снизу то я занимаюсь глазами то я занимаюсь состоянием мозга чтобы мозг хорошо работал и решал те задачи которые передо мной стоят так вот когда человек впадает в молитву и долго повторяет одно и то же в ритме полного дыхания йога например рисует крест и повторяет эту молитву много-много-много раз у него за счет того что диафрагма начинает сильно давить на живот при вдохе и сильно давить для громкого пения на выдохе хорошо качается крови и всем органам хорошо а если вы еще например хотите исцелить руки ну значит рукам руками нужно дополнительно подкачивать кровь подъем гос господи господи прости помоги мне господи Жизнь свою спасти. Я вам показал, как руки дополнительно подкачивают себе кровь. Ладони становятся красными, лицо становится красным. Кстати, друг Высоцкого сел от Абдулла, спрашивал у него, почему у тебя после исполнения песни морда красная. Высоцкий не мог объяснить, а вот я объясняю. Он сильно давил на диафрагму и громко пел. Руси силы всех, сука, жри! Но сегодня опять, как вчера, обложили меня, обложили! Гонят весело на номера! От этой энергетики кровь по всем сосудам распространялась очень бурным потоком. Но, к сожалению, у Усоцкого сердце бро сладует. Она не выдержала нагрузок в жизни. А вот если Вы тренируете голосовые связки, громким пением, и особенно пением на вдохе, а этим никто не занимается, то у Вас и голос появится, и высокий, и низкий, и бас, и колоратурная сопрано, что я иногда пробую. Так вот, для развития связок, как я выяснил, пробуя все на себе, необходимо пение на вдохе. Я практикую это всего два года. Не каждого из Вас получится, но тут нужна такая сила духа, как у меня. Как говорится, сквозь тернии к звездам. И небоми горшки обжигают. Так вот, будущим певцам и тем, кто хотят стать лидерами эстрады, я советую заняться развитием голосовых связок. Поэтому можно быстро научиться, освоив полное дыхание йогы. Кроме того, если Вы будете петь громко и хреститься глазами при полном дыхании йогы, Вы дополнительно еще и исправите зрение. Я считаю, что зрение исправить гораздо сложнее, чем исправить и исцелить любой другой орган. Потому что кровеносные сосуды, которые идут мышцам глаз, очень мелкие. И поэтому нужно очень часто двигать глазами, рисовать обязательную фигуру. Например, крест или бабочку Норбекова. Об этом есть у меня видео отдельное. А бабочку Норбекова. Так. Дело в том, что когда Вы поете на вздохе, от голосовых связок за счет того, что в легких раздвижениях уходит вниз синяя кровь. А когда Вы поете на выдохе громко, у Вас голосовым связком, глазам, к мозгу, снизу вверх идет красная кровь, заряженная утроцитами и питательными веществами. Таким образом, когда Вы громко поете, у Вас хорошее кровообращение. Когда Вы громко поете и работаете глазами, у Вас будут исцеляться глаза. Вот тут у меня записка интересная. Не забудь сказать. Зрение – это оружие орла. На моем сайте www.pavnik.org.ru Адрес которого есть в описании. Изображен орел, смотрящий через мудру Иисуса на Солнце. Можно смотреть на Солнце с помощью вот такого бинокля с двумя трубами. И видеть два диска. Один в этом. Правый глаз видит один диск. Левый в другом. При этом оси у Вас постепенно из близорукового состояния перейдут в состояние ясного видения. Потихоньку, постепенно. Вместо Солнца можно использовать светодиодную лампу. Вот такую лампу. Я не знаю, как она получится. Но, в общем, она матовая, белая. Я беру 20-ти ваттные лампы с номинальной мощностью 20 ватт. Они сейчас стоят порядка 200-250 рублей. Но, поскольку Солнце на улице практически не бывает во всем мире, занимайтесь с лампой. Теперь я Вам хочу показать, как изменяются лёгкие при движении диафрагмы и межреберных мышц на каждый удар сердца. Я перехожу на экран телевизора. Здесь у меня изображены лёгкие в конце выдоха в сжатом состоянии. И начинается вдох. Здесь расположена диафрагма, которая имеет в конце вдоха вот такую вот траекторию. Вот такую траекторию, которую описывает стрелочка Курсора. Диафрагма выгнута вверх. И при вдохе нужно преодолеть сопротивление живота. Диафрагма натягивается и потом в конце вдоха занимает горизонтальное положение. По секундам я включаю два, три, четыре. Четыре удара сердца работает только диафрагма при полном дыхании и ноги. Дальше подключаются межреберные мышцы. Сейчас вот они будут растягивать лёжки вправо и влево. Пять, шесть. То есть два удара сердца работают только межреберные мышцы. Объём лёжки при этом увеличивается. И последние два удара сердца работают и межреберные мышцы. И немного поднимается вверх диафрагма. Чтобы воздух заполнил верхние части лёгки. Смотрите. Вот. Немножко поднимается диафрагма на два удара. И продолжает расширяться межреберные мышцы. Дальше начинается выдох. Значит первые два удара диафрагма вниз и межреберные мышцы немножко сжимаются. Следующие два удара сжимаются только межреберные мышцы. И последние четыре удара что очень важно диафрагма поднимается в своё наивысшее положение и лёгки уменьшаются в объёме. Смотрите. Пятый шестой седьмой и восьмой удара сядься на выдохе. То есть четыре стрелки показывают что все четыре последние секунды работают только диафрагма. Итак я сейчас включу это все в динамике четыре раз два три четыре раз два три четыре пять шесть семь восемь. Снова вдох. раз два три четыре пять шесть семь восемь. Раз два три четыре пять шесть семь восемь. я останавливаю видео вы можете посмотреть и потренироваться найдя на моей странице в ютубе видео под названием динамика легких цветов. Там продолжительность видео восемь минут тридцать две секунды. То есть достаточно длительность чтобы вы могли потренировать свои голосовые связки либо свои любимые глазки. рисуя крест перемещая глаза вверх и вниз вправо в середину влево в середину вверх в середину вниз в середину влево в середину вправо в середину крест рисуется за восемь ударов сердца. Все мантры и молитвы всех религий всех конфессий всех пророков поются на восемь ударов сердца. Будущим певцам Нужно научиться Диафрагмальному полному дыханию йога Управлять своей диафрагмой Ведь если вы на выдохе Я сейчас найду этот момент Вот сейчас вдох Легкие набрали при вдохе А теперь смотрите что происходит при выдохе Сначала работают Нежребельные мышцы расслабляются Немножко работает диафрагма Вот сейчас Четыре удара А последние четыре удара в сердце Когда певцу не хватает стабильности И воздуха для того чтобы дольше петь Начинает работать снизу диафрагма Учителя музыки Кулак давят на диафрагму в это время Вот так Кулаков давят Чтобы человек пел Понимаете Не зная полного дыхания йога Они за счет опыта предыдущих учителей Вокала Давят на живот Чтобы диафрагма немножко поднялась Чтобы человек еще мог выдавить Делая опору на диафрагму Последний воздух Чтобы он мог долго тянуть Вот смотрите как я даю Делая опору на диафрагму Если я откачиваюсь Это не значит что у меня какие то проблемы со здоровьем Это защитная реакция организма Очистка легких От проблем каких то Постарайтесь В это не сложное время Не выходить из дома Чаще проветривать помещение Сейчас я открою форточку Чтобы самому не забыть Особенно днем Чтобы больше кислорода было в помещении Не 19 и не 20 А 21% кислорода Потому что при дыхании Кислород используется как окисмитель Сурфактантов легких И дает больший заряд Эльтроцитом крови Итак я вам рассказал о том Что полное дыхание йога И на вдохе и на выдохе Позволяет Развить голос Усилить голосовые связки Научиться Певцам опорено диафрагом В конце вдоха вы должны петь А я право немножко поднимаюсь. Все думают, что это тяжело долго тянуть. Нет. Нужно опереться на диафрагму и сопротивление голосовыми связками создать на нужной частоте. А частоту вы можете менять, если у вас будут развиты связки, если вы будете ими управлять, умом править. Говорят, что есть такое понятие «умный голос». Умный голос – это голос, которым певец может сознательно управлять. Я начал пение на вдохе с видео Алексея Кафанова, который дает свои уроки вокала в интернете. Это питерский бар. Я ему написал несколько комментариев. Его поблагодарил. Он учил на вдохе произносить звук «С». «И на выдохе». «И на выдохе». «Ну, это же мое дыхание океана». Волна при вдохе идет вверх. А шипящие звуки создают сопротивление в голосовых связках. Можно петь гласный звук. О-о-о-о-о! Кхм! И это все. На одном вылежатке. И частоты. До, ми, соль, до, соль, ми, до. Тренируйте и частоты, и громкость. И таким образом, если у вас силы духа будет столько же, сколько у меня, вы станете хорошим певцом, и здоровье у вас будет крутое. С вами был Николай Полыган. А каждый вечер в 19 часов я веду школу продаю. Где вы можете написать в чате свои замечания, вопросы и предложения к сотрудничеству.